Дорожное движение В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят рейды по выявлению нарушителей среди велосипедистов и самокатчиков. В рамках акции «Внимание! Дети!» экипаж ДПС совместно с полицейскими из отделения пропаганды безопасности дорожного движения ловит тех, кто не соблюдает правила. Средства передвижения нарушителей сотрудники госавтоинспекции проверяют им предмет угона. Далее проводится профилактическая беседа. Если водитель признает вину, то на первый раз его могут отпустить, но с предупреждением. Но если подобное повторится, нарушителям грозят штрафы от 800 до 1500 рублей. Как показывает практика, так как мы стоим около пешеходного перехода, ни велосипедисты, ни водители электросамокатов не спешиваются при переходе, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Также водители электросамокатов у нас подчиняются правилам пешеходов. Следовательно, они не должны передвигаться по проезжей части. Также в рейдах принимают участие члены общественного совета ГУВД по Самарской области. Они проверяют качество профилактической работы сотрудников госавтоинспекции. Мы, общественный совет, выходим на место и смотрим, а как на самом деле ведется профилактическая работа. Хочу сказать, что она ведется нормально, ее этой профилактической работы много, тем более летом. Особое внимание во время рейда сотрудники госавтоинспекции уделяют водителям электросамокатов. Этот вид транспорта пока никак не закреплен в правилах дорожного движения. Поэтому самокатчики относятся к пешеходам и на проезжую часть выезжать не должны. Вы в какой категории участников дорожного движения относитесь? Вы или водитель, или пассажир. Вы пешеход. Потому что у нас законодательно не закреплена база за электросамокатами. Поэтому вы подчиняетесь правилам дорожного движения для пешеходов. Следовательно, вы не имеете права выезжать на проезжую часть. Водителям велосипедов и электросамокатов, которые соблюдали правила для двухколесного транспорта, сотрудники госавтоинспекции вручили светоотражающие значки и памятки. Стоит напомнить, что двигаться на велосипеде по проезжей части можно только с установленными фонарями и светоотражателями. Также не стоит забывать о специальных жестах, описанных в правилах дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин